можно ли сделать планировку классной не ломая стен отвечаю да можно и сейчас я вам покажу как это делается поехали друзья эта квартира находится в новом жилом комплексе который называется level up эту планировку я делал для семьи из двух человек а вы о чем подумали что это большая семья с двумя детьми да нет эта квартира делается всего лишь для двух жильцов представляете как классно но это трешка и встает вопрос а что же делать в остальных комнатах обычно же делают кухню-гостиную и спальню окей а две другие комнаты для чего сейчас я вам все расскажу ко мне обратилась замечательная пара с просьбой придумать что же сделать с этой большой квартирой в этом комплексе level up а запрос был следующий уважаемый иван просим тебя найти в этой квартире места хранения но хотя здесь комнат много и так все найдется до следующий запрос мы не хотим никаких объединений мы специально купили квартиру с готовым ремонтом а там действительно готовый ремонт ламинат лежит стены покрашены двери стоят короче говоря ребята молодцы продуманные почему продуманные да потому что им не надо тратить деньги на ремонт ребята я всегда говорю если вы не хотите заморачиваться с ремонтом смотрите дома в планировке в которых максимально заточены под ваш образ жизни чтобы потом ничего не ломать не переделывать ремонт вот сейчас я и покажу как это здесь все организовано короче самый большой запрос от них был не ломать стены не переносить проемы сохранить ремонт потому что мы лучше деньги потратим на хорошую мебель на хорошую кухню на хороший декор а ремонт пускай останется тот который есть и я их понимаю понимаю потому что ремонт час очень дорог ребята ну друзья если вы сами не можете выбрать квартиры то всегда я могу вам рассказать и показать как это делается там проконсультировать короче обращайтесь но рассказываю про эту квартиру продолжаю рассказывать следующий очень важный запрос от этих клиентов был следующий мы очень ценим личное пространство да мы живем вместе но очень ценим личное пространство поэтому каждому по кабинету мужчине кабинет женщине кабинет представляете как круто у каждого по своему кабинету но возможно в будущем появятся детишки поэтому мы от одного кабинета откажемся и этот кабинет переделаем в детскую но пока пока есть женский кабинет есть мужской кабинет каждому кабинету есть свои требования к мужскому кабинету рабочий стол стеллаж много книг и обязательно диван где можно полежать отдохнуть посидеть почитать женский кабинет обязательно место по творчеству обязательно место где можно посидеть уединиться помедитировать вот как будто вот так вот закрыться в гнездышке в коконе уединиться как будто в домике и там вот как-то вот от всех скрыться почитать мое пространство а да и еще там много дополнительного места хранения той шкаф платьев много костюмов и прочего следующий запрос обязательно нужна комната как комната постирочная вот прям комната то есть из одного санузла сделайте нам пожалуйста комнату постирочную там гладильные доски и все такое прочее вот не хотим ниоткуда доставать пускай там все вот будет и еще одно из пожеланий это остров кухня остров остров кухня ну вот так вот сейчас это очень модно трендован ну и надо сказать что очень удобно за островом действительно очень удобно готовить любим гостей хотим стол чтобы был небольшой а когда придут гости чтобы он стал большим чтобы было куда разложить в общем кухню гостиную хотим говорят клиенты ну вот друзья сейчас давайте смотреть как здесь без перепланировки расставилась вся мебель да так что получилось очень круто чего и вам желаю выбирать квартиры в которых минимум ремонта но потом максимум результата конечно же мы с вами понимаем что тот вариант от застройщика где он расставляет мебель это конечно никуда не годится я буду расставить расставлять мебель по-своему а вам показывать как это у меня получилось и так прихожая в прихожей сразу же есть место под гардероб видите зашли и гардероб это прямо кайф какой-то вот застройщик побеспокоился о том где хранить вещи ребята я вам говорю что в 90 процентов случая это этого нету просто вот ну ну то есть просто не думают и все а здесь подумали то есть при входе есть сразу гардероб и очень удобный надо сказать вместительный два шкафа помещаются вот видите сюда мы их и поставим даже не шкафы для экономии можно просто штанги и за шторки все это зависит и все прекрасно сразу напротив поставим пуфик повесим зеркало и все напротив входа все есть зашел внутрь гардероба сел снял обувь все вещи снял прошел дальше в квартиру класс прошел в квартиру на стене нужно повесить какое-нибудь зеркало или картину или фотографию то есть красоту то есть зашел порадовался ух я дома наконец-то здесь же в прихожей обязательно нужно поставить комод комод вообще это очень удобная вещь и красивая удобная потому что в ней можно много чего хранить варежки перчатки шапки даже сумки ну пакеты знаете там пришел из магазина надо же куда-то потом пакет одевать вот туда а на комод можно что-то поставить например вазу с шишками вот сходили в лес набрали шишек положили шишки это к новому году например а к дню рождению можно вазу с цветами поставить вот такое решение проходим дальше в квартиру и попадаем в помещение из которого удалось сделать только лишь кухню столовую потому что она очень небольшое для того чтобы туда еще и диван впихнуть а вот кухня со столом влезла великолепно во первых кухню я разворачиваю не ставлю ее углом вот раньше нам предлагал застройщик поставить углом кухню фу это и плохо некрасиво и неудобно ставим кухню вот таким образом с острова тут у нас есть и холодильник и пожалуйста высокий шкаф для духового вот этого знаете духовой шкаф там же можно микроволновку там же можно кофемашину например если захочется а напротив остров за этим островом удобно готовить двоим троим четверым гости пришли что им просто так сидеть пусть помогают готовить либо если они не хотят готовить они могут сесть на барные стульчики и болтать с хозяйкой пока то что то там доделывает на стол или готовит кофе например здесь есть удобная ниша в которую я предложил поставить комод это так называемая чайно-кофейная зона на этот комод удобно поставить чайник кофемашину какие-то печеньки конфетки еще что-то снизу выдвижных ящиках могут стоять кружечки сахара салфеточки ложечки лежать то есть нам не надо загромождать всю кухонную зону для того чтобы все это расположить зачем пускай стоит отдельно чай кофе там все стоит и прямо удобно пришел из кабинета и не заходя на кухню налил себе чай кофеек и пошел дальше вот так удобно за кухней находится зона где стоит стол со стульчиками это круглый стол который раскладывается и пожалуйста его можно раздвинуть хоть на 8 человек когда пришли гости за ним стоит кстати обратите внимание красиво по оси красивый сервант в этом серванте можно поставить дорогой сердцу бабушкин сервиз ну или какой-нибудь современный красивый купить все равно сервиз а можно поставить винный шкаф а можно как-то задекорить по-другому хоть книжки расставить хоть кубки спортивные ну в общем все что угодно но моим заказчикам понравилась идея поставить красивый сервиз в красивый сервант мне кажется это здорово а тут такая вот штука обратите внимание это торшер удочка который нависает прямо над столом вот такой вот в свое время придумал дизайнер кастильоне такой итальянский дизайнер придумал светильник под названием арка вот такой арка специально для таких целей чтобы об так его вот этот вот светильничек и все красиво и можно направлять куда угодно далее у нас находится балкон на который можно выйти и сесть посидеть покурить я забыл кстати сказать что заказчики любят курить ну вот так вот вот курят вот там кальян покурить может сигару покурить вот на балконе два кресла столе где удобно все расположить и вот балкон не утеплять ничего а вот прям вот место для курения но это же важно а для того чтобы было удобно этим делом заниматься в холодное время года там у нас будет теплый пол все-таки стекло застеклено ну в общем все равно будет комфортно следующее это помещение под кабинет мужчины здесь у него есть рабочий стол стул компьютер за ним находится большой здоровенный стеллаж документы можно поставить принтер туда установить ну и книжки книжки запрос был много книг расположить рядом с ним в другой зоне обратите внимание в другой другой при входе это зона диванная это диван который он просил на этом диване можно полежать посидеть почитать книгу посмотреть телевизор то есть как вы поняли эта часть кабинета запросто превращается в гостиную в диванную зону то есть где можно посидеть посмотреть телевизор ну если исходить из логики что когда муж работает то его подруга жена вряд ли придет смотреть телевизор даже в гостиной все равно не вместе собираются соответственно он же уже тогда не работает они уже вместе сели и смотрят то есть кабинет может запросто трансформироваться в гостиную для просмотра всяческих фильмов сериалов и так далее логично логично поэтому принимаем это за вариант дальше по ходу движения спальня в которой удалось сделать гардероб из двух шкафов и о чудо здесь окно окно друзья окно в гардеробе это вообще подарок левый лап вы красавчики просто молодцы а за гардеробом у нас стоит кровать двумя тумбочками и больше здесь ничего нет если захочется напротив можно телек повесить зачем правда телевизор в спальне напишите в комментариях если у вас телевизор в спальне а после того как напишите что да есть то напишите нафига он вам там нужен телевизор в спальне спальне надо вообще другим заниматься они телеки смотрите так ну что путешествуем дальше по квартире и попадаем в ванную ванна тоже с окном ребята если у вас есть возможность купить квартиру где есть окно ванной берите это же чудесно дневной свет это подарок просто чудо расчудесно короче зачет level up опять молодец ванна стоит с одного краю а с другого края унитаз и раковина и никаких стиральных машин все табу запрет на стиральные машины ванных запомните это раз и навсегда в комментариях велкам кто с этим не согласен подискутируем ну а пока рассказываю устройство этой комнаты как обычно во всех наших проектах мы делаем фальшь стену на 20 сантиметров внизу коммуникации а сверху открывающиеся шкафчики вот такое хранение бери на вооружение не жалко следующая комната это постирочная в которой есть раковина и унитаз на самом деле это удобно когда в квартире есть два унитаза и две раковины но представляете вдруг кто-то сел и зачитался книгой понимаете за ну зачитался но не оторвать человека что делать как а а вот другому уже надо вот прям срочно зубы почистить ну для этого есть вторая раковина пожалуйста вот но из-за этого не удалось здесь поставить знаете вот эту вот гладильную доску то есть придется вытаскивать либо ставить ее вот сюда вот в этот коридорчик чтобы она здесь стояла всегда но за дверка же поэтому ничего страшного я думаю вот за дверка здесь стоит гладильная доска на которой все лежит на готове утюг погладил сложил и пошел дальше вот ну ладно вернемся к постирочной здесь за штор очками внимание за штор очками сейчас у кого-то точно так за шторками ты чё надо двери делать слушайте я у вас прошу а зачем вот в чем смысл дверей вот их открыл и они вот так торчат это же неудобно шторки раздвинул они сами потом задвинуться когда их отпустил а за этими шторками там стоит стиральная машина уборочный инвентарь ну и все 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 что нужно для стирки но согласитесь удобно но это же это же просто кайфово кайфово просто в нашей картине мира так никто не делает нельзя так делать потому что никто не делает ну а я пока иду следующее помещение следующее помещение это кабинет для девушки и здесь есть стол который стоит напротив окна так как она занимается творчеством то это очень удобно чтобы стол был освещен дневным светом вы знаете когда стол освещен дневным светом они электрическом то прямо хочется творить совсем другое настроение вот так и тянет что-нибудь поделать ручками понимаете то пошить полепить там или еще что чем вы там занимаетесь короче дневной свет это подарок это чудо поэтому вот здесь стол напротив окна вот такое решение справа от стола стеллаж сразу же удобно взять все необходимое для творчества слева от стола шкаф это дополнительный шкаф для хранения платьев нарядов ну и прочих всяких важных и нужных вещей для девушки это ее собственный гардероб дальше есть макияжный столик обязательно для девушки как без макияжа макияжный столик зеркало вы спросите почему макияжный столик не около окна я вам отвечу потому что здесь зеркало вот с таким освещением как в гримерке у звезд поэтому наша девушка звезда у нее как в гримерке у звезды все здесь макияжный столик зеркало вот такая подсветка все хорошо в любое время бенз врубил и освещение классное а вот то место где второе окно вот это узенькое тут стоит прекрасное кресло кресло это стоит в окружении зелень зелень повсюду слева справа сзади понимаете вы уловите момент это же такое место кайфушная куда сел вот как вот как в гнездышко понимаете вот как в норку к себе залез только в такую красивую как вот как на бали приехал знаете вот сел в эти джунгли вокруг цветы растения и тебе так хорошо уютно может даже и в отпуск ездить не надо приехал вот твой уголок бали сел с книжкой читаешь а ну красота просто ну согласитесь это же клёво это называется личное место уединения всем советую делать нет не обязательно такое по дизайну а обязательно задуматься о том где будет ваше место уединения в квартире и вы не поверите ваша жизнь изменится потому что вы будете все время на дзене понимаете раздражение уйдет потому что вы сможете побыть сами с собой успокоиться накопить энергию может быть просто почитать и выйти приятным и радостным в семью понимаете и никого не раздражать своим плохим настроением вот делайте места уединения ну а пока вот вам пример как это может выглядеть но согласитесь кайфово ну ну напишите в комментариях что кайфово ну кайфово же но наш боли дома где такое еще найдешь у нас найдешь у нас еще и не такое есть идей полно это же просто планировка а вот дальше дизайн а дизайн это уже совсем другой уровень это уже композиция это атмосфера и уют ребята если понравилось то ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал и пишите в комментариях как вам такая большущая трешка для двоих по моему классно получилось всем пока да прибудет с вами музыка